В каком вы звании? Я дипломат. Советник третьего управления МИДа. Значит, это вас все проклинают. Во всём виноваты именно вы. Почему? Потому что это вы довели до войны. Военным сейчас надо иметь сильные ноги. А как в смысле головы? При чём тут наши головы? За нас думают. Мы лишь исполняем. Ноги важны. Ноги. Чтобы вовремя сбежать. На скамью подсудимых нас будут сажать те, а не эти. И в первую очередь вас. Дипломатов. Вы убивали. Вы уничтожали. Вы сжигали. Осудить нас. Мы выполняли приказ. Это война дилетанта. Он решил, что можно воевать не обучаясь в академии. А так, подойти. Мы выполняли приказ. Вы такие же солдаты, как и вы. Солдаты фюрера. Простите вы притворяться. Солдаты фюрера. Нишечин, выкрывший генеральский спагель. Мне страшно говорить с вами, генерал. Не лгите. Сейчас вся Германия говорит, как я. Или думает, во всяком случае. А почему же вы не поднимете свою дивизию? Корпус. Тем более. Почему вы не сдадитесь в плен со своим корпусом? А семья? А фанатчики в штабе? А трусы, которым легче драться, веря в мифическую победу, чем сесть в лагерь союзников. Но вы можете приказать. Приказывает умирать. Нет еще таких приказов. Жить, сдаваясь врагу. Ну, а если вы получите такой приказ? От кого? А если вы получите такой приказ от Кейтеля? У него вместо головы задница. А тот, кто работает под началом какого-нибудь вождя, обязательно теряет инициативу. И ловкость приобретает. Аналитиком становится. Но теряет способность принимать самостоятельные решения. Он прежде чем решиться на такой шаг, обязательно полетит к Борову. К кому? К Борову. К Герингу. Вы убеждены, что Кеслеринга нельзя уговорить пойти на такой шаг без санкции Геринга? Я, если бы не был убежден, не говорил бы. Вы не верите перспективе? В перспективу скорой гибели. Всех нас с копом. Это не страшно, поверьте. Когда все вместе. И гибель наша будет такой сокрушительной, что память о ней будет ранить сердца еще многих поколений. Музыка. 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 Продолжение следует...